Когда Иисус Христос начал своё земное служение, Он избрал 70 учеников. И Он направил их благовествовать в 35 городах и селениях, которые Он хотел посетить. Вот они продвигались к Иерусалиму, и заходят они в одно селение – Вифания. И вот перед нами эта библейская история. В продолжении пути их пришёл Он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла Его в свой дом. У неё была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне!» Иисус же сказал ей, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё». Вот такая библейская история. Пожалуйста, вы могли бы сейчас повернуться к вашему соседу и постараться пересказать эту историю? Пожалуйста. К вашему соседу. Повернитесь к соседу, который сидит от вас справа. И постарайтесь друг другу пересказать эту историю. Я надеюсь, у вас получилось пересказать друг другу то, что вы запомнили. И теперь я попрошу, если кто-то хочет, доброволец, пожалуйста, могли бы вы выйти сюда и попробовать пересказать эту историю? То, что вы запомнили. Есть желающие, которые могли бы выйти сюда и занять моё место? Если есть, то пожалуйста. Я очень рад, что появился доброволец, но при этом нужно будет разоблачить своё лицо. Конечно же. Это маска. Я, наверное, единственная. Ладно, два человека, три человека, кто в маске сегодня. Только. Так вот, то, что я запомнила, это то, что 70 учеников перед этим были посланы в 35 городов. И в одном из селений Вифании произошло событие в библейской истории. Была такая женщина, у которой собрались все они, и там был и главный действующий герой, три главных действующих героя. Это Иисус, Марфа и Мария. И то, что Марфа с претензией обратилась к Христу и говорит, что вот я тут забочусь, а она ничего не делает. Ну скажи ей что-нибудь, чтобы она сделала. И в итоге он сказал, что Марфа, Марфа, ты суетишься о многом, но одно только надо. В общем, как-то так. Хорошо. Спасибо большое. Скажите, в точности ли всё было сказано, либо возможно что-то добавить? Если у вас есть желание сказать, то, пожалуйста, я передам микрофон. Всё ли в точности было сказано? Либо какие-то детали можно было бы добавить к этой истории? Пожалуйста, смелее. Друзья мои дорогие, теперь, после того, как вы услышали эту историю, постарались пересказать друг другу, даже был доброволец, который своими словами смог передать, и спасибо большое. Хорошо. Доброволец смог передать эту историю здесь, на этом месте. Теперь мы ещё раз по этой истории должны пройтись. Я буду задавать такие наводящие вопросы. Пожалуйста, помогите мне заполнить, так сказать, недостающую информацию. Хорошо? Итак, Кирилл, если ты увидишь поднятую руку, а я надеюсь, что хотя бы одна поднятая рука появится, у нас смелые люди здесь, да, находятся, да, да. Итак, мы говорили с вами о том, мы говорили с вами о том, что Иисус Христос, Он путь держал свой. Что происходило до того, как они пришли в это селение, в Вифанию? Откуда они шли? Что в общем до этого происходило? Там были ученики, и они были посланы Иисусом Христом. Для чего эти 70 человек? Чтобы благовествовать. Спасибо. Спасибо. И вот они после этого благовестия идут и направляются к городу Иерусалим, конечно же. Иерусалим. И заходят в одно селение. Какое селение? Вифания. Кто приглашает их, Иисуса Христа, и учеников в свой дом? Как звали эту женщину? Марфа. Марфа приглашает его в дом свой. А была ли у нее сестра? И у нее была сестра, которую звали Мария. Что сделала Мария? Мария, она села уно Христа, и что дальше она делала? и слушала то, что говорил Христос. После этого что сказала Марфа, подойдя к Иисусу Христу? Что она ему сказала? Разве нет нужды, что я сказал о том, что это вопрос? Да, разве тебе нужды нет? Что а кого она дальше говорит? Что кто Мария, да, сестра моя одну меня оставила служить? И дальше что еще она говорит Иисусу Христу? Какой совет она дает Иисусу Христу? Что она ожидает от Него? Скажи ей, да, пожалуйста, да, скажи ей, чтобы она помогла мне, так говорит Марфа. А какая реакция была у Иисуса Христа? Что он ответил Марфе? Марфа, Марфа, да, ты заботишься, суетишься о многом, а на самом деле что нужно? Одно только нужно. И дальше что он говорит о Марии? Что Мария избрала? Мария же избрала что? Благую часть. которая не отнимется у нее. Теперь я хотел бы задать вам вопросы по этой истории для того, чтобы мы могли сделать духовное наблюдение. Вопрос номер один. Помните, мы говорили о том, что Марфа пригласила Иисуса к себе в дом. Как вы думаете, почему? Пожалуйста, здесь уже нужна будет помощь микрофона. Как вы думаете, почему Марфа пригласила Иисуса к себе в дом? Интересно, что из того, как описано поведение Марфы, то она была такая живая, что-то хотела сделать, кому-то помочь. И, наверное, когда она услышала, что пришел Иисус, она сразу, как такой активный человек, решила позвать его к себе. Вот поэтому. И она решила позвать его к себе по какой причине? Как вы думаете, именно по какой причине она зовет его в свой дом? Ну, наверное, потому, что они, да, они держат путь, долгий путь идут, и вот для того, чтобы правильно угостить, проявить таким образом что? Гостеприимство. А как вы думаете, зашел ли Иисус в гости один? Скорее всего, нет. А скорее всего, сколько гостей могло быть в доме у Марфы? Семьдесят. Больше семидесяти, конечно же, мы понимаем, да? Семьдесят один, не так ли? Вероятнее всего, у нее был большой дом, который мог принять у себя такое количество гостей. Вероятнее всего, она была не бедной. А, кстати, такой попутный вопрос, как вы думаете, кто был старше, Марфа или Мария? Скорее всего, Марфа, она была старше по возрасту, а Мария была младшая сестра. У кого-то здесь есть старшая сестра или младшая? Есть, да? Есть. У кого-то есть старшая сестра, у кого-то есть младшая сестра. Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Как Марфа назвала Иисуса? Как она его назвала? Учитель. Есть такое предположение, но, возможно, она какое-то другое слово сказала. Господи, Господи. А теперь у меня вопрос. О чем это говорит вам относительно того, что Марфа знала об Иисусе? Говоря Иисусу Господи, что она, как вы думаете, знала о том, кем является Иисус Христос? Что она знала о Нем? Что Он, еще раз можно повторить эти слова? Что Марфа знала что? Что Он Мессия. Что Он Мессия. Но тогда у меня второй вопрос. А если она знала, что Он Мессия, то согласовываются ли ее слова с поведением? Буквально то, что она говорит и то, что делает. Согласовывается? Нет. То тогда, наверное, мы можем предположить, когда она говорит Иисусу Господи, она имеет в виду, что Он человек более высокого ранга. Что Он по положению тот, за которым идут 70 человек. Как вы думаете, в этой истории какой поворотный момент? Подумайте. поворотный момент. Все шло гладко, но какой-то может быть есть поворотный момент, после которого все пошло не так, или события начали развиваться другим образом. Как вы думаете? Тогда, когда претензии предъявило, когда Иисус ей сказал, остановил ее. На мой взгляд, поворотный момент в этой истории, тогда, когда Мария уходит с кухни. Когда они были вместе на кухне, все шло гладко, все шло привычно. Но вот, когда Мария решает уйти из кухни, вот это является поворотным моментом. В истории мы видим, что сестра Марфы сидела у ног Иисуса и слушала, как он учил. Как вы понимаете эту фразу? Села у ног Иисуса. Если можно, тогда микрофон использовать для этого. Как вы понимаете, что значит фраза села у ног Иисуса? Преклонилась перед ним. Преклонилась. А еще есть какие-то предположения? Что это значит? Послушание. Послушание. Почтение. Да, пожалуйста. Почтение. Смирение. Смирение и почтение. А также, спасибо, также мы можем сказать, что в той культуре сидеть и слушать кого-то, сидеть у чьих-то ног и слушать кого-то, это значит описывались взаимоотношения учителя и посвященного ученика. как вы думаете, насколько серьезную трапезу готовила Марфа? Как вы думаете, насколько серьезную трапезу готовила Марфа? Наверное, это там был чай, печенье, может быть, конфетки какие-то, либо может быть что-то посерьезнее. Как мы на Новый год. Как мы на Новый год. То есть она готовила с размахом. Тем более, тем более мы понимаем, сколько человек пришло к ней в дом. И тогда, когда Марфа находится в затруднительном положении, с каким предложением она приходит к Иисусу Христу? Что она у него просит? Да, чтобы он Марию обратно отправил на кухню. Чтобы она перестала сидеть и слушать. А вот этим, да, пустым делом заниматься. А лучше бы пошла и сделала что-то полезное. А что вы думаете о решении проблемы, которые предлагает Марфа? Показывает ли нам подобное поведение Марфы, что она думает о других людях? Что показывает? Как она могла относиться к другим людям? Как она привыкла относиться к другим людям? Она пренебрегала. Пренебрегала. Чем пренебрегала? Что могла пред всеми сказать повеление, что пусть она пойдет и поможет. Марфа привыкла перед всеми управлять. Более того, еще дает совет Иисусу Христу, чтобы он повелел Марии пойти и помочь готовить. Так, спасибо. И тогда вопрос, как вы думаете, проявляет ли Марфа почтение по отношению к Иисусу? В каком-то роде да. Но ведь она к нему как обратилась, помните? Господи, то есть тот, который выше. И ее слова свидетельствуют об отсутствии уважения к тому, кого она признает высшим. Еще такой вопрос. Проявляет ли Иисус какие-либо эмоции, отвечая Марфе? Как он мог бы отреагировать на ее обвинение и на то, что она указывала ему, что делать перед всеми? А в микрофон, если возможно. Как он отреагировал и как он мог бы отреагировать на подобное заявление? Ну, тогда, когда еще как бы права женщины особо не было, может быть, кажется, она звучала как-то так, молчи, женщина. То есть он мог бы поставить ее на место, да? Потому что он ведь, мы понимаем, он есть Бог, и он мог ей сказать, как нужно себя вести, поставить ее на место также перед всеми. как вы думаете, два раза повторил ее имя? Вот, вот это у меня тоже вопрос. А как вы думаете, два раза повторить ее имя? Я думаю, что если Библия напоминает два или три раза, это говорит о серьезном таком, на что нужно обратить внимание. Так вот, благодарю, предвосхитил вопрос мой, а он как раз и звучит. как Иисус реагирует по тому, как Иисус реагирует на беспокойство Марфы. Можем ли мы определить, знает он ее? Он ее знает или нет? Знает ли он переживания? Знает ли он тот привычный образ мышления, решение проблем, к которому привыкла Марфа? Как вы думаете, знает он ее внутри или нет? И еще, друзья, два вопроса. Первый вопрос. Что в данной истории Иисус считает необходимым, а что не считает таковым? Что в данной истории Иисус считает необходимым, а что не считает таковым? Если можно, тогда микрофон, пожалуйста. Тут сложно сказать, если именно по этой истории, то важно, он считает то, что слушать более важно, потому что когда он говорит, он же не говорит просто так, как мы иногда, а он говорит со смыслом и очень важные вещи, а как бы суету, он говорит, что не на этом делай акцент, то есть ты много делаешь акцента именно на угощении, на суете, это и на том, чтобы кто-то тебе помог и все остальное, но в этом ситуации, именно здесь и сейчас важно не это, остановись. то есть Иисус Христос расставляет прежде всего приоритеты. Важным он считает, чтобы человек что-то дал ему или получил от него? Получил от него и получил прежде всего то слово, которое он говорит. И последний вопрос. В культуре, где было так важно гостеприимство, чего могли ожидать от Марии? В культуре, где было так важно гостеприимство, чего могли и вправе были ожидать от Марии? О том, что она будет помогать на кухне, потому что пришли гости. Пришлось ли Марии принимать трудное решение? Было ли что-то, что шло вразрез с принятым ею решением? Пришлось ли Марии принимать трудное решение? Мне кажется, это помогло ценности, которые были в ее жизни. Они помогли сделать решение остаться у ног Иисуса Христа и слушать то, что было важно для ее сердца? То есть, другими словами, у Марии, когда от нее ожидают одного, ее культура к этому располагает, от нее ожидают, что она проявит гостеприимство и будет хлопотать на кухне, от нее это ожидали, Марии пришлось принимать трудное решение. Она переступила, можно сказать, культуру того времени. Она перешагнула ожидания культурные того времени для того, чтобы угодить Иисусу Христу. Друзья, и хотелось бы, когда мы рассуждали об этой истории, мы ее выслушали, мы пересказали ее друг к другу, вышел сюда доброволец и постарался, очень хорошо получилось пересказать эту историю. Мы еще раз ее возобновили в нашей памяти с помощью наводящих вопросов, и она у вас уже отпечаталась в вашем сознании. Мы провели с вами наблюдение по этой истории. Мы постарались увидеть те важные моменты, которые касаются главных персонажей этой истории, Марфы, Марии, Бога Иисуса Христа. Хотелось бы теперь, чтобы мы сделали для себя на основании проведенных нами наблюдений, чтобы мы сделали для себя применение, потому что очень важно увидеть себя в персонаже или в персонажах этой истории, и чтобы поступки, решения, последствия, которые были сделаны тогда, чтобы они стали для нас актуальными сегодня. так вопрос для вас. Мы видим, что Марфа взвалила на себя столько работы, что не в силах была с ней справиться. Можем ли мы сегодня иметь такую же проблему? Можем, да? Взвалить на себя столько обязанностей, что мы понимаем, что мы просто с ними не справляемся. Мы можем говорить «да» слишком большому количеству обязанностей. В истории Мария оставляет обязанности по кухне и решает провести время у ног Иисуса, учась у него. Применимо ли это каким-то образом к нам сегодня? Как мы сегодня можем сидеть у ног Иисуса и слушать Слово Его? Как вы думаете? Каким образом мы могли бы сидеть сегодня у ног Иисуса и слушать Слово Его? Может быть, вот там, пожалуйста, есть желающие? Благодарю. Все Его Слово записано в Библии для нас, и когда мы уделяем этому время, можно сказать, что мы садимся у ног Иисуса и слушаем, что Он скажет? А дается ли это легко? Это нелегко. А что нам может мешать? Что нам может становиться препятствием сесть у ног Иисуса и слушать Слово Его? Как вы думаете из этой истории? Суета? Может быть, что-то еще? Гордость из этой истории из этой истории работа но из этой истории еще посмотрите внимательно непослушание непослушание а хорошо кто-то еще может нас отвлекать наши близкие культурные вот эти наши близкие наши культурные моменты которые могут на нас давить и мы думаем что мы должны соответствовать ожиданиям нашего общества или ожиданиям моей семьи и так далее и даже наши близкие могут оттягивать нас от того чтобы быть посвященным слушателям Иисуса Христа простой вопрос у человека в жизни есть выбор есть есть а вопрос тогда а могут ли люди решить делать что-либо для Бога когда Он их об этом не просил и не желает чтобы они этим занимались могут конечно могут а были ли вы сами в подобной ситуации или может быть видели как это происходит с другими людьми пожалуйста если вы могли бы поделиться то поделитесь может быть может быть у нас еще есть несколько вопросов вот поэтому если вы хотите поделиться сейчас самое время повторить может быть вопрос я не скажу именно конкретно что допустим было у меня в жизни но бывает такие ситуации допустим то же самое как с деньгами доверие когда я спешу и и мне они нужны и допустим есть там вариант есть там вариант но это ли от Бога то есть тот вариант допустим то же самое у людей возникает очень много вопросов ситуация когда не хватает денег, и как бы, ну, нужны деньги, ну, срочно. И многие люди залазят в кредиты, допустим. Это очень распространенная ситуация. И из них потом очень тяжело вылезти. Но я думаю, что если это от Бога, то Бог пошлет деньги. Просто нужно потерпеть и, как бы, уповать на Него, да. Потому что мы часто пытаемся, в моей жизни много было ситуаций, когда я действительно лезла вперед. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это были поспешные решения. Но было много таких ситуаций. Это тогда, когда я спешила. И я действительно взвалила. У меня были такие ситуации, то, что вы рассказываете, что я взвалила все на себя и много чего делала самостоятельно. Ну, такая самостоятельная женщина. И потом я поняла, что я не могу быть одна. То есть я не могу это все сама тянуть. И поэтому я пришла к Богу именно насчет этого. И потом сейчас, оглядываясь, вот сейчас больше доверяю Богу, понимаю, что одна я не могу справиться. И то, что я там себе надумаю, то, что я выберу, это далеко может идти не по-христиански и вообще в разрез там с многими правилами, с многими понятиями. Поэтому... Благодарю. В общем, вот. Благодарю. Вы помните, кого Марфа не включила в список виновных в своей проблеме? Помните? Кого Марфа не включила в список виновных в своей проблеме? Кого? Себя. Себя. Марфа не включила себя в список виновных в своей проблеме. Видим ли мы сегодня, что люди обвиняют других за сложившиеся у них обстоятельства или за решения, которые они сами же и приняли? Видим это? Видим. Идут ли люди еще дальше, обвиняя Бога за свои решения? А когда последствия от них оказываются не такими, как они ожидали, они начинают обвинять Его в безразличии к ним. Знакомо это? Вы видели это в жизни других людей? Или в своей жизни? Еще раз можно, пожалуйста. Я говорю о том, что это из-за того, что люди не хотят познавать волю Божью и не хотят узнавать, в первую очередь, Его характер и Его сердце. Потому что если бы Марфа знала Господа, она бы понимала, что Он может даже из пятих любовь и двух рыбок накормить очень много людей, пять тысяч. А что эти семьдесят человек? То есть если бы она немножечко больше Его понимала, она бы не суетилась. Я так думаю. Спасибо. Интересная ситуация складывается с обвинениями. Что должен чувствовать Бог, когда люди обвиняют Его? И говорят, разве тебе нужды нет? Мы видим, как Иисус ведет себя в такой ситуации. Чему вы можете научиться, посмотрев на Его реакцию? Как нужно реагировать на обвинения в свой адрес? Учась у Иисуса Христа. Как мы могли бы реагировать на несправедливое обвинение в свой адрес, потому что мы сами взвалили на себя непомерное бремя? Каким образом Иисус ответил Марфе? Самое простое слово, которое приходит вам на ум. Самое простое слово. А? Кротость. Спокойно. Кротко. Он ответил на ее серьезные такие претензии. Он очень спокойно объяснил ей, без того, чтобы ставить ее на место перед всеми. Он показал проблему, которая была в сердце и в разуме Марфы. Он говорит, о многом суетишься и заботишься. То есть ее сердце насколько взвалило на себя такую тяжесть, которую она не могла даже потянуть. Я благодарю вас, друзья, за ваши ответы, за то, что вы активно участвовали в конце нашей дискуссии, изучении этой истории. Поделитесь, пожалуйста, чему вас научила данная история? Именно лично тебя научила эта история. Кратко. Ставить Бога в приоритет своих действий, своих планов, того, что ты делаешь, своих решений. Что Бог показал вам? Что Бог показал тебе в этой истории? Лично тебе. Спокойствие должно быть, да? Отвечая другим на их несправедливое обвинение. А, кстати, если мы могли бы сказать о Марии, то как Мария реагирует на несправедливое обвинение? Мария вообще молчит. И делает переадресацию на кого? На Иисуса Христа. Он становится на защиту тех, которые не защищают себя. Можно вопрос? Да. Как найти грань между суетой и просто гостеприимством и приготовлением пищи? Ну, если так буквально говорить. Как найти грань между суетой и важным приготовлением пищи? Ну, то есть, другими словами, нам с утра нужно завтракать, правильно? И мы, конечно же, будем себе тосты готовить, да? Мы будем там яичницу жарить. Кто еще как завтракает? Да. То есть, мы же понимаем, что нам нужно завтракать. И мы, встав рано утром, конечно же, мы приступим к завтраку. Правильно я говорю? Так вот, как найти грань? Это тот духовный приоритет, который ты, прежде всего, ставишь для себя. Каким образом, с чего начать свое утро? Кому, прежде всего, ты отдашь предпочтение? Ты отдашь время Богу? Ну, либо же ты будешь занят какими-то другими вещами, которые ты сам считаешь необходимым. И последний вопрос. Что ты открыл для себя, что может помочь тебе на этой неделе? Что из этой истории ты взял для себя, что может помочь тебе на этой неделе? А если можно эту фразу сказать в микрофон, тоже немаловажно. Да, то, что благая вещь от нас не отнимается, поэтому мы должны больше вкушать Слово Божие. И тогда все остальные второстепенные вещи станут на свои места. То есть, акцент на Слове Божьем. Потому что, как я слышала в одной проповеди, когда ты начинаешь утро с Библии, ты одеваешь на себя амбундирование. А когда ты заканчиваешь день чтения Библии, ты залечиваешь раны уже. Поэтому желаю вам всем начинать с Библии и помнить, что Господь расставит все в этом дне, как нужно, если вы начнете с Библии. Аминь. Слава Богу. Самое главное, друзья, из всей этой истории, я надеюсь, что вы каждый для себя узнал, услышал что-то необходимое. Ты мог поставить себя на место персонажей этой истории. Я надеюсь, что истины, которые мы нашли сегодня, ты будешь применять в своей жизни, и они помогут тебе на следующей неделе. Аминь. Давайте мы помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.